Добрый день, уважаемые слушатели! Тема сегодняшнего занятия – Великая Отечественная война. И для наглядности мы ее разберем в картах. Еще в ноябре 1940 года Гитлер поручил своим генералам начать разработку плана нападения на Советский Союз, получивший кодовое название «Барбаросса» в честь немецкого короля XII века Фридриха Барбароссы, который участвовал в Крестовом походе, в Третьем Крестовом походе, и умер, он утонул. То есть сразу же название было выбрано в кавычках «удачное». Согласно плану Барбаросса, немцы должны были выйти на линию Архангельск-Астрахань всего за 3-4 месяца. Почему так мало? Ведь территория Советского Союза была самая большая в мире. Ибо в том, что немцы уже освоили тактику Блицкригов, то есть быстрых войн. Так они победили Польшу меньше, чем за месяц. Так они победили Францию, сильнейшей европейской армии, чуть больше, чем за один месяц. И то же самое они хотели сделать Советским Союзом. Немецкие армии были распределены на три группы. Во-первых, это группа армий «Центр» во главе с командующим Федором фон Боком, которого поддерживали сразу две танковые армии под руководством Гота и Гудериана. Группа армий «Север» должна была сначала захватить Прибалтику, а затем войти в Ленинград. Группа армий «Центр» направлялась на Москву. Группу армий «Север» возглавлял Ле-Еб, и ему помогала одна танковая армия. Отмечу сразу, что ни группе армий «Север», ни группе армий «Центр» не удалось достигнуть цели поставленных. Ленинград был блокирован, к Москве подойти удалось, но город выдержал. И впоследствии, в декабре 1941 года, войска западного Калининского фронтов перешли в контрнаступление и отбросили немцев от Москвы. И, наконец, группа армий «Юг», скорее второстепенная группа армий, в 1941 году, под руководством Рунштета. И она пользовалась поддержкой одной танковой армии. Сначала они должны были взять Киев, и с этим они справились. Правда, группе армий «Центр», и в том числе Гудериану, пришлось часть войск перебросить в Киев. Здесь образовался очень большой котел. Более полумиллиона советских военнослужащих попали в этот котел. Но с другой стороны, наступление на Москву молниеносное таким образом было сорвано. И дальше группа армий «Юг» должна была идти в сторону Сталинграда, а также на Кавказ, в сторону Бакинской нефти. Потому что, да, у немцев было много танков, но было достаточно мало топлива. Обратимся к соотношению сил в начальный момент войны. Дело в том, что здесь эти цифры, если их рассматривать в отрыве от контекста, могут выглядеть достаточно обманчиво. Вот посмотрим на соотношение личного состава. Кажется, абсолютное равенство. И у немцев 5 миллионов, и у советского Союза 5 миллионов. Но немецкие войска были сосредоточены все вот на этой самой границе, так называемой линии Молотова. А не забывайте, что в 1939-1940 годах мы присоединили новые территории. В частности, в 1939 году в состав Советского Союза вошла Западная Белоруссия и Западная Украина. У нас появилась общая советско-немецкая граница на месте бывшей Польши. С одной стороны, это хорошо, потому что мы могли наблюдать, во-первых, за действиями врага, да, и во-вторых, наша территория увеличивалась. Но с другой стороны, это плохо, потому что наша хорошо укрепленная старая линия обороны, так называемая линия Сталина, должна была срочно передислоцироваться на Запад. И к моменту 1941 года этот процесс, к сожалению, не был завершен. И поэтому, более того, кстати, наши войска были рассредоточены, по сути, на три линии. Вот у немцев было почти 5 миллионов на границе, у Советского Союза только 3 миллиона в первых трех линиях, еще эти 2 миллиона находились в резерве. Таким образом, представленное статистическое равенство существовало только на бумаге. На момент начала войны личный состав Германии превосходил личный состав Советского Союза. Во-вторых, у Германии было превосходство по орудиям и минометам. 47 тысяч против 30 с половиной тысяч. Затем часто говорят, что по танкам Советский Союз превосходил Германию. Причем более чем в два раза. У Германии 4 с половиной тысячи, у Советского Союза 11 тысяч. Но на самом деле, только 10-12 процентов, то есть около полутора тысяч из этих танков, были новейшей конструкции и могли полноценно соперничать с немецкими танками. А такие танки, как Т-26 и БТ-7, достаточно легко пробивались. Таким образом, численное превосходство Советского Союза не было качественным. Танки немецкие на момент начала войны были намного качественнее, серьезнее, хотя их было намного меньше. Поэтому немцам все-таки удавалось осуществлять достаточно глубокие прорывы вглубь советской территории. Такая же ситуация с самолетами. У немцев 4300 самолетов, у Советского Союза более чем двукратное превосходство. Но оно опять же кажущееся. Потому что у 25% из этих самолетов не было экипажей. 13% неисправны. Новых из них полторы тысячи. Из них полноценно подготовлены только 208. Ну и Советский Союз понесет колоссальные потери в первый день войны. Значительная часть самолетного парка пострадает не только в первый день, но и в первой неделе войны. То есть немцам удалось переломить в свою пользу на начальном этапе войны вот эти цифры, которые на бумаге, кажется, создавали преимущество для советской стороны. Для поддержки мобильности войск немцы создали очень серьезное преимущество в автомобилях. 600 тысяч против 272 тысяч. Командный состав Германии, Третьего рейха, был хорошо укомплектован, обучен и опытен. Он прошел опыт успешных войн. Немецкие войска захватили практически всю Европу. Независимой оставалась только Швейцария и Великобритания. В свою очередь СССР в недавнем прошлом пережил период Великого террора, в котором в значительной степени пострадали советские офицеры, военнослужащие. Часть из них потом реабилитировали, но на момент начала войны они не были в составе армии, Красной Армии. Именно поэтому, кстати, Гитлер решил нападать в 1941 году. Он уверовал, что советская армия не боеспособна, ей неким командовать. У него были поводы так думать, потому что советско-финская война 1939-1940 года, несмотря на формальную победу Советского Союза, показала, что Красная Армия несет очень большие потери. Таким образом, командный состав Красной Армии был укомплектован в недостаточном количестве. Особенно в соотношении с Германией 25% из командных кадров Советскому Союзу не хватало, 70% только прошли командные курсы. Таким образом, на момент начала войны на стороне Германии была новейшая техника, опыт успешной войны и вообще общее качественное превосходство армии в начале войны. Это одна из причин, почему Блицкрик практически удался Германии и удар был нанесен столь серьезный, хотя все же и не смертельный. Стоит отметить, что само понятие Великая Отечественная война впервые появилось уже 22 июня 1941 года, в первый день войны. В западных странах эта война называется либо Восточным фронтом, либо, как в Германии, немецко-советской войной. Война шла с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года на протяжении 1418 дней. На западе День Победы над Германией празднуется 8 мая. Почему? Потому что капитуляция немецкой армии была подписана Кейтелем в 23 часа одну минуту по центральноевропейскому времени. А в Москве это уже была 9 мая, час 0,1. Именно поэтому Дни Победы и в нынешней России, и в Западной Европе празднуются в разные дни. На западе 8 мая, в Советском Союзе 9 мая. Существует довольно дискуссионный вопрос, стала ли война неожиданностью для Сталина. Ведь начиная с весны 1941 года в Москву поступали донесения о скором начале войны. Рихард Зорге, Рамзай, наш журналист, точнее наш шпион, разведчик под личиной журналиста в Японии, вообще сообщил точную дату начала войны. Почему же тогда произошла трагедия 22 июня 1941 года? Потому что Сталину поступали донесения не только Зорге, но и других разведчиков, и все они разнились между собой. Разные даты. Сам Сталин был уверен, что Германия не нападет, пока Гитлер не победит Англию. Тем более они воевали в 1940 году именно с Англией, совершали налеты. То есть он не ожидал войны раньше лета 1942 года. Поэтому Советский Союз был к войне подготовлен недостаточно полноценно. Более того, Сталин думал, что изначально Германия выдвинет политические претензии и не станет нападать без объявления войны. Таким образом, директива о приведении войск в боевую готовность поступила только в ночь на 22 июня 1941 года. И войска об этом узнали только когда немцы уже бомбили города. Спасся только Черноморский флот. Николай Герасимович Кузнецов отдал приказ о мобилизации. Если бы немцы не напали, то он мог попасть под суд. Его могли даже расстрелять. Но вот на свой страх и риск он принял это решение, благодаря которому Черноморский флот был спасен. Для Советского Союза война носила отечественный характер, поскольку от ее итога зависела судьба не только государства, но и судьба народа. То есть, если бы война была теоретически проиграна, то советского и в том числе русского народа больше бы не существовало. Всенародный характер. То есть, воевали не только русские, но и вообще все народы, все национальности Советского Союза. Война носила всеобщий характер. То есть, она шла не только на фронтах, но и в тылу, в котором работали женщины, дети, инвалиды. Действовал принцип «все для фронта, все для победы». В целом, война носила справедливый, освободительный, антифашистский характер. Тогда, как для Германии и ее союзников, она была агрессивной и захватнической. Это была вообще война нового типа, где широкомасштабно, подчеркну именно, широкомасштабно применялись моторы, танки, самолеты. А механизация играла главную роль. Все это было еще в Первой мировой войне, но оставалось, скажем так, на заднем плане, на фоне военных действий. Теперь именно моторы, танки, самолеты выступали главным оружием и немецких, и советских воинов. Ночь на 22 июня 1941 года была выбрана Гитлером не случайно. Во-первых, это был выходной день, воскресенье. Во-вторых, это была самая короткая ночь в году. В 4 часа утра, незадолго до рассвета, Германия и ее союзники напали на СССР без объявления войны. Сделала это не только Германия, но и такие страны, как Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия. Только Николай Кузнецов вовремя привел в боевую способность Черноморский флот. В первом пересек советскую границу учебный полк Бранденбург-800. Это немецкие диверсанты, которые переоделись в советскую форму и начали захватывать мосты. В противном случае мосты могли быть взорваны, и немецкие танки замедлили бы свое продвижение. Таким образом, в первый день войны враг бросил на СССР 70% всех дивизий, 75% орудий и минометов, а также 90% танков. На Советский Союз был нанесен сильнейший удар, какого еще не было в отечественной истории. Однако, слава Богу, этот удар не оказался смертельным. О начале войны советскому народу сообщил вовсе не Сталин, который вскоре станет верховным главнокомандующим, а председатель бывшей СНК, он лишился этого поста накануне войны, в мае 1941 года, Молотов. В это время он был наркомом иностранных дел. Именно он в 12 часов 15 минут сообщил по радио советскому народу о начале войны. Его последние слова из этой речи стали своеобразным лозунгом. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Впоследствии на медали, через окончание войны, будет написано «Наше дело правое, мы победили». Но портрет уже будет не Молотова, а Сталина. 22 июня началась всеобщая мобилизация военнообязанных, стали образовываться фронты. Для координации армии 23 июня на следующий день была сформирована ставка главного командования во главе с Наркомом обороны Тимошенко. Он, кстати, получил эту должность после зимней советско-финской войны. Но, к сожалению, этот орган оказался неэффективен, потому что политическое руководство во главе со Сталиным не совпадало с военным руководством во главе с Тимошенко. Поэтому 30 июня был образован новый орган, Государственный комитет обороны, или ГКО. Это чрезвычайный орган для управления страной в годы Великой Отечественной войны. Главой ГКО стал Сталин. То есть он соединил в руках всю полноту власти на время Великой Отечественной войны. Со своей речью перед советским народом он выступил только 3 июля. Эта речь вообще не характерна для Сталина. Все марксистские лозунги были заменены на лозунги отечественные. Сталин обратился к народу со словами «братья и сестры». И в августе 1941 года Сталин стал еще и верховным главнокомандующим. Вот известная фотография Евгения Халдея. 22 июня на Никольской улице он сфотографировал людей, которые только что услышали из репродукторов о начале Великой Отечественной войны. То есть, как видите, лица довольно испуганные. Это самый центр Москвы. Улица Никольская. Вот она видна. Никольская башня московского Кремля. Уже напомню, что 22 июня немецкие войска находились у советской границы плотной границей. А РККА, в свою очередь, были разорваны на три эшелона. От западной границы до Днепра. Находясь при этом в движении. Таким образом, в Прибалтике, Белоруссии и Украине, в наших приграничных регионах, у Германии было тактическое преимущество над советскими войсками. В Прибалтике у Германии были сосредоточены 34 дивизии, у Советского Союза 21. В Белоруссии 36 дивизий у Германии, у Советского Союза 26. На Украине 57 немецких против 45 советских. Конечно же, 22 июня стало черным днем в истории советской авиации. Хотя в то же самое время и героическим днем. Поскольку самые первые воздушные тараны во время войны были совершены 22 июня. Сделали это около 20 летчиков. Они врезались своими самолетами в немецкие самолеты Люфтваффе. В самые первые минуты войны погибали, но и громили немецкие самолеты. Известны фамилии этих летчиков. Кокарев, Бутелин и Иванов. Примечательно, что существует миф, что в первые же минуты войны советские аэропорты были разгромлены. Многие аэропорты, да, были разгромлены в первый день войны, но не в первые минуты. На самом деле все аэропорты выдержали первый удар. Но этих ударов было 4-5. При этом резервные аэродромы оказались неподготовлены. Таким образом, всего за один день было уничтожено почти 1500-1400 советских самолетов. На аэродромах они даже взлететь не успели. А за три недели 3500 самолетов. Это более трети всех советских самолетов. Причем в основном мы их теряли в пограничных областях. Только 22 июня в Белоруссии мы потеряли половину самолетов, 700. На Украине 17%, 300 самолетов. И в Прибалтике 10%, 100 самолетов. Таким образом, немцы нанесли очень сильный, серьезный удар. Но этот удар не оказался смертельным. Итак, немецкие сухопутные войска перешли в советскую, немецкую границу в 4 часа 15 минут утра. И сразу же стали продвигаться с помощью танковых клиньев. В Прибалтике танки ГОТА продвинулись на 50-70 километров. Они захватывали мосты и смогли охватить войска западного военного округа. Советские пограничники оказывали мужественное сопротивление. Они сопротивлялись порой сутками, а не по 30 минут, как об этом думали немцы. И рассчитывали на это. Конечно, символом стойкости начала войны стала героическая оборона Брестской крепости. Эта крепость была хорошо укреплена, находилась на советско-немецкой границе. В двух казармах были расположены части двух дивизий. Однако в результате артобстрела крепость оказалась мышеловкой для советских солдат. Они были в ней по сути заперты. А гарнизон оказался разбит на несколько групп. Но при этом сражался за каждый сантиметр земли, вплоть до штыковых атак. Через неделю, 29-30 июня, немцы смогли овладеть цитаделью. Однако советские войны продолжали обороняться в подземельях Брестской крепости. До 20 июля сопротивлялись ополченцы массово. При этом последний защитник сдался только через полгода. Знаменитым героем обороны Брестской крепости является Петр Михайлович Гаврилов. Он возглавлял Восточный форт при обороне крепости. Его немногочисленная группа с 500 людьми отбивалась каждый день. Она отбивала по 7-8 атак. При этом у людей не было ни воды, ни продовольствия. 23 июля, через месяц после начала войны, тяжело раненый Гаврилов попал в плен, где сблизился затем с генералом Карбышевым. Был освобожден в мае 1945 года. Стал героем Советского Союза в 1956 году. Последние 11 лет жил в Краснодаре. Умер здесь же, но был похоронен в Брестской крепости. В 1980 году улица Светлая была переименована в честь Гаврилова. Вот остались эти надписи. «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». 20 июля 1941 года. Эти надписи сохранились на стенах Брестской крепости. Еще одним героическим символом начала войны стал подвиг летчика Николая Гастелла. Герой Советского Союза, капитан, командир 2-й эскадрильи 207-го авиационного полка 3-го корпуса. Во время боевого вылета в начале войны, 26 июня, его самолет был подбит и загорелся. Гастелла направил экипаж, где находились еще трое людей, на механизированную колонну вражеской техники, уничтожив ее. Хотя и сам Гастелла с остальными тремя товарищами погиб. Еще один герой это Дмитрий Карбышев, знаменитый генерал, профессор, доктор наук, один из главных инженеров советских. В начале войны он находился в Белоруссии, в Гродно, в командировке, поэтому не успел вовремя вылететь и попал в окружение. Пытался выйти из него, но возле Днепра в бессознательном состоянии попал в плен. Был в нескольких концлагерях, но отвергал всякое сотрудничество с немцами. Провел в плену почти 4 года и 18 февраля 1945 года в лагере смерти Маутхаузен. Он вместе с полтысячью пленников погиб чудовищной абсолютной смертью. Их поливали ледяной водой на морозе и от этого Карбышева остановилось сердце и он умер. В честь Дмитрия Карбышева в Советском Союзе были названы улицы и поставлены памятники. Однако начало войны, несмотря на героическое сопротивление советских войск, складывалось достаточно печально. Общая картина была шокирующая, потому что столица Белоруссии, Минск, пала уже в июле. Минск находился на старой линии укрепления, на линии Сталина. И был расчет, что он выдержит дольше, что он будет обороняться не то что месяц, но значительно больше. Но уже 28 июня, всего еще неделя не прошла после начала войны, Минск был взят. При этом город бомбили с самого начала войны, с 22 июня. Хотя год не смог взять город сразу, но все равно не прошло и недели с начала войны, а Минск уже находился в оккупации. Более того, существенное число советских войск оказалось в котле. То есть они были окружены и частично разгромлены. Это были войска Западного фронта. Случилось это благодаря все тем же немецким танковым клиньям. Потери РКК не сопоставимы с потерями вермахта. РКК 341 тысяча человек. Вермахт всего 1300 человек. В Белоруссии случилась самая настоящая катастрофа, что было серьезным ударом по престижу СССР и рабочей крестьянской Красной Армии. Немецкий генерал Франц Гальдер говорил, точнее писал в своем дневнике, не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Генерал Павлов, командующим Западным фронтом, был признан виновным в белорусской катастрофе и расстрелян ровно через месяц после начала войны за допущенные ошибки. Таким образом, положение складывалось с катастрофическим. Всего за три недели начала войны были оккупированы недавно присоединенные страны Прибалтики. Литва, Латвия, частично Эстония, практически вся Белоруссия, значительная часть Украины, Молдавии. А немцы развернули наступление на Донбасс, на Донецкий угольный бассейн. Таким образом, враг продвинулся на 350-600 километров. РККА потеряли 100 дивизий, что составило 60% войск западных пограничных округов. Враг смог захватить 20 тысяч орудий и минометов, 6 тысяч танков, а также более половины складов с вооружением. Таким образом, по сути, были разгромлены все войска 1-го эшелона Красной Армии. И военная катастрофа казалась неминуемой. Но при этом и немцы несли существенные потери. Они потеряли 100 тысяч человек, что было больше, чем за все предыдущие кампании. 40% танков и почти 1 тысячу самолетов. Однако, несмотря на эти большие для них потери, они все еще продолжали продвигаться на восток, сохраняя стратегический, как им казалось, перевес. Однако, Блицкрик был сорван, по сути, под Смоленском. Именно Смоленск, этот ключ город к Москве, смог задержать продвижение немецкого наступления на два месяца. Смоленское сражение длилось с 10 июля по 10 сентября. Здесь уже в бой вступили внутренние армии, которые не попали в котел и находились в резерве. Советские войска даже переходили иногда в контрнаступления. Так, город нынешней воинской славы Великие Луки оказался первым отбитым у немцев городом. Однако, чтобы сдержать отступление армии, 16 августа 1941 года был издан приказ номер 270, в котором все сдавшиеся в плен командиры и политработники объявлялись злостными десертирами. Частично он позволил нормализовать состояние Советско-Немецкого фронта. 30 августа 8 сентября 1941 года произошла битва под Ельней, ставшая первой, хоть и небольшой, победой над немцами, которым временно пришлось перейти к обороне. Однако в больших битвах мы все еще несли значительные потери и терпели поражение. В сентябре пал Киев, и в киевском котле оказалось более полумиллиона советских солдат, из которого выбрались лишь 15-20 тысяч. В Киеве появился Бабий Яр, это место расстрела и массовых захоронений в Киеве, печально знаменитый. При этом Киев, третий по значимости города Советского Союза, смог оттянуть продвижение немецких танков на Москву. Отвлекли их вплоть до сентября. Вплоть до октября не сдавалась Одесса. 5 августа, 16 октября оборона Одесса. Это наш существенный порт на Черном море. В августе фронт так или иначе стабилизировался и шел уже третий месяц войны. Одним из таких выдающихся героев начального периода войны является Виктор Талалихин. Это военный летчик, который не просто совершил воздушный таран, он смог сбить бомбардировщик и при этом сам выжил. Он спустился на парашюте, продолжил летать, сбил еще 5 самолетов. Но, к сожалению, в 1941 году в воздушном бою возле Подольска Виктор Талалихин погиб. Конечно, крупнейшей битвой, начало Великое Отечественное, считается битва за Москву. Или Московская битва. На тот момент это была вообще крупнейшая битва в истории человечества, поскольку участие в ней принимали 7 миллионов человек. Длилась она с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942, 203 дня, то есть больше полугода. К осени 1941 года немцы продвинулись достаточно глубоко, но военного разгрома РККА добиться не смогли. Операция по захвату Москвы у немцев называлась «Тайфун». Они преследовали цель окружить советские войска в районе Вязьмы и Брянска. Забегая вперед, скажем, что им это частично удалось, хотя и не полностью. Затем обойти Москву с севера со стороны города Клин и юга со стороны города Тула. Сделать это должны были танки Гудериана. Затем Москва должна была быть заперта вместе с жителями и затоплена. Это должны были сделать войска группе армий «Центр» Федора фон Бока. При этом в начале войны у немцев было преимущество значительное. По численности войск в 3-4 раза, по танкам в 2-8 раз, по артиллерии в 4-7 раз. Битву московскую традиционно делят на 3 этапа. С 30 сентября 1941 по 5 декабря 1941 оборонительный. 5-6 декабря 1941 начало контрнаступления. И 7 декабря 1941-20 апреля 1942 это уже второй наступательный этап. Вот так выглядела карта. Соответственно на Москву наступала в основном группа армий «Центр». Но еще частично поддерживала группа армий «Север». Которая, впрочем, в основном занималась блокадой Ленинграда. И немцам, да, вот он Смоленск, который задержал наступление на 2 месяца немецкое. И Смоленск, видите, почти на одной линии с Москвой находится. И вот здесь вот, недалеко от Вязьмы, недалеко от Брянска, советские войска в реальности попали в окружение. И на какой-то момент времени Москва была оголена. И Жукову пришлось снимать войска с севера. Планировалось деблокировать Ленинград. И эти войска, предназначенные для прорыва блокады, были перенаправлены под Москву. Потому что линии фронта, по сути, не было. Гудериан наступал с юга, вот сюда Тула, южные ворота Москвы. Ему даже удалось пройти чуть севернее Тулы сюда, хотя сам город Непал. Тула очень важный город, связанный с оружейным заводом. Вот, ну и там шахтеры тоже присутствуют. И на севере, вот он, город Клин. Калинин, это нынешняя Тверь, Калининский фронт. Его возглавлял Конев. Западный фронт во главе с Жуковым. Который, по сути, отстоял Москву. Немцы подошли прям вплотную к Москве. Уже были, по сути, в Химках. Вот у деревни Крюково был бой, как пелась в песне известной советской. Разберем первый этап наступления немцев на Москву. Он тоже делится на подэтапы. Первый месяц, с 30 сентября по 30 октября 1941 года, осуществлялось первое наступление немцев на Москву. Москву обороняла Можайская линия обороны. Это 80-100 километров от Москвы. Однако, 7 октября, 7 советских армий были окружены под Вязьмой и Брянском. В окружении попало более полумиллиона человек. Чудовищные цифры. 663 тысячи. Что создало угрозу прорыва к самой Москве. Была создана ничем не заполнена 500-километровая брешь, которую, казалось, нечем было залатать. Советские жители, горожане, москвичи стали эвакуироваться. Хотя надо отдать должное советскому руководству. Они не стали уезжать в Куйбышев, хотя их правительственные учреждения уже начинали это делать. В итоге спасителем оказался Жуков, который был снят с ленинградского направления вместе с существенной частью войск возглавил Западный фронт, который и занимался защитой Москвы. 20 октября в Москве было введено осадное положение. 600 тысяч местных жителей возводили укрепления. Ополченцы составили 16 дивизий. Однако уже 27 октября немцам удалось захватить Волоколамск, важнейший город, стоявший на Волоколамском шоссе, которое и вело на Москву. Это шоссе даст фамилии многочисленных героев Советского Союза, тех же панфиловцев Зои Космодемьянской. Моральным переломом в ходе этой битвы стал военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Это единственный парад во время войны. Следующий будет только уже после войны, парад Победы 24 июня. Почему 7 ноября? Это главный праздник в стране. Это у нас день Октябрьской революции. 24 годовщина. Выступал Сталин, выступил с речью, где обратился к историческим образом князей воинов, к полководцам, к Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Александру Суворову. И войска с этого парада сразу уходили на фронт. Командовал парадом генерал Артемьев, принимал маршал Буденный, что привело к поднятию морального духа рабочей крестьянской Красной Армии. Вот так он примерно выглядел. Это картина Юона. Его об этом параде никто не знал практически. И когда о нем сказали 7 ноября, его еще на два часа раньше перевели. Потом речь Сталина оказалась незаписанной. И для Сталина на одной станции метро был построен такой аналог трибуны Мавзолея. Он еще раз выступил, чтобы все остальные жители Советского Союза смогли его речь услышать. Вот фотография. Советские войска проходят мимо Мавзолея и отправляются на фронт. А советское руководство стоит на трибуне Мавзолея. Все, больше таких парадов не было во время войны. Защитим родную Москву, отстоим Москву. Конечно, легендарной фигурой при обороне Москвы считается Иван Васильевич Панфилов, который хорошо знал своих подчиненных. И они отвечали ему тем же. Называли генерал Батя. Он сам говорил своим солдатам, мне не нужно, чтобы ты погиб. Нужно, чтобы ты остался живым. Это легенда, к сожалению, погибшая во время войны. Но он стал одним из наиболее известных героев войны. Он был, по сути, человеком, формировавшим 316-ю стрелковую дивизию, очень пеструю по нациям. Он сам наполовину был казахом. Она формировалась в Казахстане, в Алма-Ате. Славу дивизии принесли тяжелые бои на Валакаламском направлении. За месяц они уничтожили 9000 солдат и офицеров, а также более 80 танков. 16 ноября был совершен подвиг взвода истребителей танков. Это Панфиловцы, 28. Хотя самого Панфилова там, понятное дело, не было. И погиб он случайно достаточной смертью. Через день, 18 ноября, крошечный осколок пробил ему висок. В тот же день 316-я дивизия была переименована 8-ю гвардейскую и затем получила его имя. Имя Панфилова. Примечательно, что именно Панфилову, первому из героев войны, был установлен памятник в городе Фрунзе, нынешний Бешкек. Ну и, конечно же, подвиг 28 Панфиловцев, который возглавлял политрук Василий Клочков. 16 ноября 1941 года шли тяжелые оборонительные бои у разъезда Дубосекова недалеко от Волоколамского шоссе. И Клочков с 27 другими героями участвовал в отражении танков. Благодаря их подвигу на 4 часа удалось остановить продвижение 50 танков, 18 из них уничтожить. Сам Клочков со связкой гранат бросился под вражеский танк и впоследствии был похоронен на месте сражения. Именно ему принадлежит фраза «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Еще один герой Московской битвы, да и всей Великой Отечественной войны. Это Дмитрий Лавриненко, наш главный танковый ас. За период войны он больше всех из наших военнослужащих уничтожил танков 52. Уроженец станицы Бесстрашной, с Кубани. Герой Советского Союза, он получился посмертно, уже на самом излете существования этого государства. Всего за два с половиной месяца, с августа 1941 года, он принял участие в 28 схватках. То есть в среднем он уничтожал за одну схватку более чем два танка. Ну и, к сожалению, он также погиб во время Московской битвы, уже в ходе контрнаступления. И также он был, как и Панфилов, убит осколком мины. Наконец, человек, который завершает такой советский пантеон героев, это Зоя Космодемьянская, герой Советского Союза, причем первая женщина, герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Ей было всего 18 лет. 31 октября она отправилась добровольцем, прошла короткое обучение, затем была переброшена под Волоколамск, где успешно заминировала дорогу. При ней была поставлена задача ликвидировать 10 населенных пунктов. У Зои было всего 3 бутылки с зажигательной смесью и наган. Однако вскоре группа понесла существенные потери и распалась. 27 ноября 1941 года Зоя в деревне Петрищево подожгла 3 дома, в которых могли ночевать немцы. Переночевала в лесу и вернулась, чтобы уничтожить остальные дома. Однако немцы дали приказ местным жителям старожить дома. И Свиридов, местный староста, коллаборационист, перешедший на сторону немцев, заметил Зою при поджоге и сообщил врагу. Ее схватили, истязали, пороли ремнями, подносили к губам горящую керосиновую лампу, водили босиком по снегу, вырывали ногти на руках. Издевались над ней местные жительницы. Однако она так и не назвала своего настоящего имени. Перед смертью она сказала, нас 170 миллионов, всех не перевешайте. Сказала, что ее зовут Таня. Подвиг Зои был сразу же оценен. Уже через несколько дней в газете «Правда» появилась статья Таня, а затем статья «Кто была Таня?» Имя Зои Космодемьянской стало известно почти всем жителям Советского Союза. И она посмертно получила звание Героя Советского Союза. 5-6 декабря под Москвой началось советское контрнаступление. Благодаря тому, что из Сибири были притянуты резервы, нам приходилось держать войска на Дальнем Востоке, был риск, что войну может вступить Япония. У нас был заключен акт о ненападении пакт, но вы помните, как немцы отнеслись к этому пакту, и если бы немцы взяли Москву, то Япония бы тоже войну вступила. Таким образом, это был уже такой жест отчаяния, мы поставили все на это контрнаступление и не прогадали. Для Западного фронта приехали 100 тысяч человек, 300 танков и 2000 орудий. РКК при этом незначительно, но уступали противнику в численности танков и артиллерии. Вот, то есть вообще, чтобы вести наступление, нужно иметь превосходство. У РКК не было, наоборот, немцы превосходили. Правда, немцы были не в лучшем моральном и материальном положении. Все-таки была зима, холодная очень. Такой холодной зимы не было очень долго. Но, да, существует в связи с этим миф о генерале Морозе, который якобы переморозил всех немецких солдат. Но на самом деле, генерал Мороз не выбирал морозить немцев и не морозить русских. От Мороза страдали все. Все находились в одинаковом положении. Но при этом, впервые во время войны, в небе господствовала советская авиация. 5 декабря в контрнаступление перешли войска Калининского фронта во главе с Коневым. 6 декабря в контрнаступление перешел Жуков во главе Западного фронта и Тимошенко во главе Юго-Западного фронта. Это оказалось полной неожиданностью немцев. И объясняя свое поражение, они и придумали вот этот миф о генерале Морозе. В итоге контрнаступления были освобождены 11 тысяч населенных пунктов Московской, Тульской и Калининской областей. Враг был отброшен на 100-250 километров. Был нанесен существенный урон 11-ти танковым и 23-м пехотным дивизиям вермахта. Вот как это выглядело на карте. Видите, линия фронта находилась совсем недалеко от Москвы. Вот даже немцы зашли сюда за Тулу, но войска Западного фронта, Юго-Западного фронта и Калининского фронта перешли в контрнаступление и вообще существовал риск для немцев, что они попадут в огромное кольцо окружения. Но они укрепились вот здесь на севере и на юге и стали удерживать эти районы. Вот Ржев, он вообще держался еще очень много месяцев. Здесь погибло огромное количество советских военнослужащих. Потом в советское время о нем почему-то не вспоминали. Только было стихотворение от Вардовского «Я убит под Ржевом в безымянном болоте». Вот. То есть окончательно немцев разгромить не удалось. Но при этом итоги Московской битвы существенны. Очень существенны. Именно она стала поворотным пунктом во всей Второй мировой войне. По сути потерпела крах стратегия немецкого Блендскрига. План молниеносной войны. А также развеян миф о непобедимости немецкой армии. Немцы потерпели вообще крупное первое крупное поражение в годы Второй мировой войны. Потеряв более полумиллиона человек. 615 тысяч. Это впервые за всю немецкую историю были такие потери. Хотя при этом советские потери были еще больше. Почти миллион человек. 926 тысяч это безвозвратные потери убитые. И все же моральный дух советских граждан и советских военнослужащих был укреплен. Это придало огромный импульс для освободительного движения на оккупированной территории как внутри СССР так и в странах Европы. Был укреплен международный авторитет Советского Союза. Ускорилось формирование антигитлеровской коалиции. При этом Япония и Турция отказались от вступления войны на стороне Германии. Давайте посмотрим на эту карту. Собственно мы видим здесь огромное количество стрелочек что явно свидетельствует что речь идет о Великой Отечественной войне. И стрелочки в первую очередь нацелены на Москву. Вот то есть речь идет о 1941 годе. Потом в сторону севера у нас видите цифрка 3 это Ленинград. Вот цифра 6 Запад Белоруссии это Брест. Номер 7 столица Польши это Варшава. Номер 4 это собственно говоря Румыния это город Бухарест еще один союзник фашистской Германии. Номер 2 это у нас что это у нас Одесса номер 1 Севастополь который вел героическую абсолютно героическую оборону до аж 42 года до 4 июля. Вот еще одна карта первого этапа войны. Немцы идут в сторону Москвы. Здесь у нас еще появляется цифра 2 это Смоленск. Вот он на одной линии с Москвой ключ город на юге Москвы у нас находился находилась Тула. Вот немцы чуть дальше Тула но продвинуться смогли. Но по сути операция Барбаросса начала срываться уже под Смоленском. Хотя окончательно было сорвано конечно же под Москвой контрнаступление. что касается второго года войны 1942 года то сначала Сталин хотел вести контрнаступление на запад и вообще в 42 году закончить войну. Сделать это не удалось и дальше он думал что немцы опять начнут наступать на Москву и сосредоточил здесь основные войска. а немцы стали наступать в сторону юга группа армий юг одна шла в сторону Сталинграда а другая шла в сторону Бакинской нефти и стали продвигаться очень быстро потому что здесь были второстепенные советские войска. Вот собственно здесь развернулась пожалуй главная битва Великой Отечественной Сталинградская первый этап был оборонительный 17 июля тире 18 ноября 42 года и затем наступление 19 ноября 42 тире 2 февраля 43 чтобы стабилизировать фронт опять как и в 41 году был выпущен приказ но не 270 а 227 вошедший в историю под названием не шагу назад который водил те же заград отряда заград заград отряд в августе ноябре 42 года шли бои за подступы и улицы Сталинграда очень ожесточенные бои в городе находилась 62 армия под командованием Василия Ивановича Чуйкова рядом с городом 64 армия Михаила Шумилова оборонял Мамаев Курган Родимцев Донским фронтом командовал Рокоссовский и Сталинградским фронтом командовал Еременко город был местами захвачен на 70% местами на 80% был так называемый дом Павлова который не дал немцам подойти к Волге но накопив достаточное количество сил для контрнаступления вот севера и с юга 19 ноября была проведена операция Уран завершилась она уже через 4 дня захлопыванием кольца окружения немцев вот здесь их было 22 дивизии во главе с Паулюсом который собственно был редактором плана Барбаросса кольцо замкнулось возле города Калач сейчас это город воинской славы и вот эти войска немецкие здесь переваривались не только кстати немецкие но и румыны итальянцы Гитлер дал Паулюсу приказ не сдаваться дал ему даже звание генерал фельдмаршала с намеком на самоубийство потому что ни один фельдмаршал немецкий в плен не попадал но в итоге большая часть войск немецких была ликвидирована а Паулюс штабной генерал попал в плен и пошел на сотрудничество собственно говоря советскими военачальниками еще советским союзом и после чего после завершения операции кольцо развернулось контрнаступление завершилась кавказская битва да чуть позже и началось наступление далеко-далеко на запад образовался вот так называемый курский выступ летом 43 года значение старинградской битвы состоит в том что завершился коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны была одержана победа в самом кровавом сражении Второй мировой войны а также начался подъем национально освободительного движения в Европе при этом у Германии испортились окончательно отношения с союзниками Япония окончательно отказалась воевать на стороне Германии к лету 43 года на западе образовался так называемый курский выступ то есть линия фронта была стабильна и образовался вот такой вот аппендикс и собственно вопрос состоял в том кому он в конечном итоге достанется то есть немцы хотели срезать его с севера и с юга и затем развернуть наступление на Москву эта операция цитадель советские военнослужащие напротив хотели сначала выдержать оборону а потом перейти в контрнаступление выровняв по этой линии линию фронта так и получилось впоследствии но первый этап был оборонительный то есть мы сначала укрепили вот этот курский выступ далее попробовать наступать немцев делали они это в течение недели и когда их наступление было выхолощено то Красная Армия перешла в контрнаступление то есть Курская битва тоже делится на два этапа 5-12 июля это оборона Курского выступа Центральным фронтом соответственно командовал Ватутин Воронежским фронтом Рокоссовским еще был резервный такой степной фронт под командованием Конева то есть в течение недели разворачивались оборонительные бои немцы хотели выйти в Курску сюда они и так контролировали Орел это цифра 1 и цифра 4 Белгород вот под цифрой 3 находилась и находится Прохоровка где развернулись крупнейшие танковые бои 12 июля 43 года что и переломило ход Курской битвы советские войска перешли в контрнаступление 5 августа были освобождены Орел и Белгород операция по освобождению Орла называется Кутузов по освобождению Белгород до полководиц Румянцев то есть по именам наших выдающихся военачальников Курская битва завершилась освобождением Харькова одного из крупнейших городов Украины 23 августа 43 года примечательно что в честь освобождения Орла и Белгорода на Красной площади был дан первый салют во время войны и одновременно с Курской битвой с форсированием Днепра которая вскоре начнется разворачивались крупные партизанские операции концерт и рельсовая война нужно знать фамилии хотя бы пятерых командиров партизанских соединений времен Великой Отечественной в различных тестах они часто попадаются это Сидор Ковпак Вершигора Машеров Медведев Сабуров Федоров а также встречается фамилия главы центрального штаба партизанского движения это Пантелеймон Пономаренко при этом партизанский штаб был образован лишь в 42-м году а не в 41-м а ликвидирован он уже был в 44-м году по понятным причинам а не в 45-м потому что была освобождена уже вся советская непосредственно территория смотрите карта относится к лету 43-го видите у нас выступ Курский и потом мы разворачиваем контрнаступление по территории в основном восточной Украины форсируем Днепр это август декабрь 43-го года кстати очень кровавое форсирование было именно за эту битву было больше всего героев советского союза и уже 6-го ноября 43-го года был освобожден Киев хотя да потом был придуман миф что Сталин специально к 7-му ноября Киев хотел освободить на самом деле просто так получилось и немцы думали что советская армия будет наступать дальше по Украине в 44-м году логически была освобождена левобережная Украина и дальше на правом берегу будет наступление но нет красная армия впоследствии схитрит вот 44-й год это так называемые 10 сталинских ударов это 10 успешных советских операций в ходе 1944 года во-первых была проведена ленинградско-новгородская операция вот она под цифрой 4 27 января 44-го года была полностью снята блокада Ленинграда вот затем вот цифра 2 это пятый сталинский удар освобождение белоруссии крупнейшая пожалуй крупнейшая операция 44-го года немцы думали что мы будем наступать на украине а стали на белоруссии наступать во-первых здесь было сильно партизанское движение с одной стороны а с другой стороны по болотам и лесам проблематичнее наступать чем по украинским степям эта операция получила название багратион и это был такой реванш за поражение в этих же местах в 41-м году 9 мая 44-го года ровно за год до завершения Великой Отечественной войны был освобожден Севастополь это крымская операция и весь Крым тоже был освобожден впервые на советскую границу мы вышли в 44-м году и вошли на территорию Румынии там произошел переворот Антонеску был свергнут и Румыния перешла на сторону Советского Союза затем их король Михай Первый король Комсомолец даже получит орден победы и вот видите с территории Румынии с юга мы начали наступление на Венгрию на Будапешт вот последствия будет освобождена в 44-м и правобережная Украина там будет сразу два сталинских удара и выйдем вплотную к территории Польши это уже будет 45-й год и к территории Восточной Пруссии вот но вот эта территория Польша Восточная Пруссия будет взята уже в 1945-м году итак у нас есть 10 сталинских ударов первая это освобождение Ленинграда вторая Днепровско-Карпатская это частичное освобождение правобережной Украины вот этой под пятой цифрой у нас Киев вот это правобережная Украина третья это Одесская Одесская или Крымская операция освобождение Одессы Крыма и Севастополя четвертая Выборгская Петрозаводская операция вот она здесь освобождение вот он Петрозаводск и вот он Выборг соответственно частично была освобождена Советская Карелия Карелло-Финская СССР а также из войны вышла Финляндия заключив сепаратный договор пятая операция Багратион либо белорусская освобождение Белоруссии и Литвы и вступление на территорию Польши шестое операция это Львовская Сандомирская освобождение Молдавии вот она Молдавская СССР со столицей в городе Кишиневе и выход на советско-румынскую границу восьмая операция Прибалтийская освобождение Литвы Латвии и Эстонии девятая операция Восточно-Карпатская это вхождение в Венгрию и в Чехословакию вот вот здесь и наконец десятая Пицама Киркеневская связанная с освобождением советского Заполярья то что в Мурманске находится и Мурманск затем получит звание города героя Таким образом в результате боев 1944 года блок оси по сути развалился что предрешило военное поражение Германии Советский Союз приступил к освобождению Польши и к разгрому непосредственно Третьего Рейха вот здесь изображена на карте Висло-Одерская операция освобождения Польши да и освобождение так это у нас освобождение Белоруссии вот она Литва Брест и выход на границу да то есть это еще 44-й год на Литва Рига Прибалтика и Белоруссия а затем это уже у нас 45-й год освобождение Польши вот река Варта вот и собственно говоря выход на польско-немецкую границу 20 октября 44-го года был освобожден Белград в результате проведения Висло-Одерской операции в январе феврале 45-го года была освобождена Польша к западу от Вислы что создало плацдарм для наступления на Берлин затем была проведена восточно-прусская операция были разгромлены немцы восточной Пруссии а также взят Кёнигсберг что потом ну потом эта территория войдет в состав Советского Союза в качестве Калининградской области наконец на завершающем этапе войны была проведена Берлинская операция с 16 апреля по 8 мая 45-го первым белорусским фронтом командовал Жуков вторым белорусским Рокоссовским и первым украинским Конев в начале битвы развернулись бои за Зиеловские высоты 16-го 18-го апреля затем начались бои в Берлине 25-го апреля произошла встреча на Эльбе с союзниками с американцами 26-го апреля Берлин был по сути заблокирован и Гитлер 30-го апреля совершил самоубийство в ночь с 30-го апреля на 1-ое мая 45-го было водружено знамя победы над Рихстагом сделали это Егоров Контария Берест 2-го мая берлинский гарнизон капитулировал и наконец в ночь с 8-ое на 9-ое мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии в пригороде Берлина Карлсхорсте подписывал Кейтель принимал Жуков что и стало завершением Великой Отечественной войны Всем спасибо за внимание и до новой встречи Субтитры